У меня в голове то, что это сон, это все неправда. Это родная тетя, пропавшая Сысек Буиновой. Сегодня она, как и все родственники, в рядах волонтеров. Сквозь слезы семья обыскивает каждый куст в надежде найти хоть один признак жизни от девушки. Накануне обнаружили ее машину, правда далеко от предполагаемого места пропажи. На связь Сысек не выходит с 11 апреля. Машину Сысек обнаружили на этом месте во дворе на улице Столбовая. Муж пропавший опознал автомобиль. Накануне его эвакуировали, знаков на машине не было, их сорвали и поместили в багажник. Также очевидцы сообщили, что видели капли крови на машине и слышали крики. Я находилась дома, было время уже первый час ночи. Я услышала женские крики, прорывистые два раза, и потом резко замолчали. Мы в 11 часов вечера, я шла о дочери, машины-то не было там. Мне кажется, вот в этот все период и появилось. Ну, видела я, у меня 30 примерно, ну, в общем, видела, что она стояла, а больше я ничего не знаю. Остальные вещдуки также беспорядочно разбросаны по городу. Шапку Сысек нашли в Иволгинском районе рядом со скульптурой олени, а зеркало от машины в сотых кварталах. Недалеко от станции Медведчикова находится штаб волонтеров. На этом месте обнаружили вещи пропавшего 27-летнего молодого человека. А рядом волонтеры наткнулись на лужу крови. Правда, кому она принадлежит, еще неизвестно. Специалисты взяли пробу на экспертизу. Нам удалось связаться с сестрой пропавшего Станислава. Девушка подтвердила, что в день исчезновения они с Сысек были вместе. Молодые люди встретились на улице Бабушкина возле магазина. После уехали в сторону сотых кварталов. Что произошло дальше, выясняют следователи. Они завели уголовное дело. Предметы, обнаруженные в ходе поисков, имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрены. С их поверхности изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз. Проводится допрос людей, обладающих важной информацией. На поиски пропавших вышли более 400 человек. Еще почти 20 тысяч следят за развитием событий онлайн и помогают финансово. Волонтеры осматривают сотые кварталы, территорию до Вахмистрова и за селом Ирхирик. В общей сложности добровольцы прошли накануне почти 2000 километров. Поиски без вести пропавших идут уже третий день. Мы ищем везде, мы не привязываемся к конкретному району Медведчикова. А вы сколько дней уже являетесь добровольцем? Вот девушка второй день, я сегодня первый. Ничего, никаких зацепок. Мусор один и все. Мы сейчас думаем, поедем с Богородского острова, посмотрим. Ну, чем больше людей, тем больше территорию поиска мы охватим. Спасибо большое добровольцам, волонтерам. Очень много людей помогают, ищут, отправляют фото, что нашли, когда нашли, координаты. Я очень рада, что у нас такая бурятия дружная. СССР – добродушный человек, активистка, спортсменка. Дома СССР ждут дети. Родственники сказали им, что мама уехала, но скоро вернется. Следователи просят всех, кто что-либо знает об исчезновении, позвонить по номеру на экране. Также любой совершеннолетний может присоединиться к поискам по QR-коду.